Добро пожаловать на наш канал! Сглашенный ДНР над администрацией одного из ключевых городов в зоне боев, Углегорска, там украинские войска понесли серьезные потери. За ситуацией на Донбассе следит Михаил Федотов, он присоединяется к нам в прямом эфире. Михаил, что сейчас происходит на Дебальцевском участке фронта? Лили, действительно, обстановка на Дебальцевском направлении очень и очень напряженная. Вот в эти минуты не прекращаются бои. И вот как заявили ополченцы, им сегодня удалось взять в окружение большую группировку вооруженных сил Украины, примерно 8 тысяч человек. И вот как накануне заявил Александр Захарченко, глава ДНР, он гарантирует жизнь всем силовикам, которые добровольно сложат оружие. Ну а последнюю информацию об их действиях в районе Дебальцево сообщили на брифинге представителя Министерства обороны ДНР. У нас перегруппировка происходит, у противника тоже происходит увеличение контингента на определенных направлениях. Он на месте не сидит, он пытается осуществить возможность разрыва данного котла, чтобы или вывести свои подразделения, или наоборот развивать успех в сторону атаки на каких-то из районов республики. Я отмечу то, что Дебальцево это крупный транспортный узел, который дает выход на город Горловку, один из крупнейших в Донбассе. И собственно поэтому жители этой Горловки очень сильно страдают в результате обстрелов украинских военных. Вот сегодня был разрушен православный храм во время службы. И есть информация о пострадавших, коллеги. Ну то есть понятно, ситуация по-прежнему напряженная, мы видим новый виток этой самой войны. Ну и не могу не спросить, Миша, а какая обстановка вот в самом Донецке, в котором всю неделю, что ни день, то новые жертвы. Что происходило утром и днем, ну и конечно обстреливают ли город вот прямо в эти минуты. Вадим, обстановка достаточно напряженная. Также мы связывались с главой Киевского и Куйбышевского районов Донецка, с Иваном Приходько. И он сообщил, что сегодня вновь были обстрелы на веренных ему территориях, есть пострадавшие. Ну и сегодня на Донбасс прибыла очередная гуманитарная миссия из России. На границе гуманитарные конвои встретили и российские, и украинские пограничники. Проверили нет ли какого-то запрещенного груза. И впервые сегодня гуманитарные конвои до Донецка и до Луганска сопровождали представители миссии ОБСЕ. В гуманитарном конвое, как обычно, были продукты питания, медикаменты, строительные материалы. И, как известно, уже в понедельник начнется раздача гуманитарной помощи населению. Продолжение следует...